Еще 202 коронавирусных диагнозы медики поставили за сутки. Из этих новых случаев большая часть пациентов протестирована с ОРВИ-пневмониями. 33 заразились от ранее заболевших. Один приехал из Москвы, еще один из Ярославской области. На лечении в стационаре 1303 человека. Из них 741 на кислородной поддержке, 69 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. В статистику летальности дополняем 11 новыми случаями пациенты из Палевского района, Шуя, Вичуги, Гаврилова-Пасадского, Ивановского, Кенишемского района, Кенишма и из Иваново. Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 с апреля 2020 по октябрь 2021 года. По этой информации в области от коронавируса умерли 3959 больных. При этом, по данным регионального оперативного штаба, на ноябрь от инфекции скончались 1845 человек. Это в два раза меньше. Почему такая разница в данных, об этом мы спросили главу департамента здравоохранения. Как объяснят в облздраве, Росстат фиксирует все смерти. Мета и умершие с лабораторно подтвержденным диагнозом, и с клиническим, то есть по симптомам, а также те случаи, когда пациент болел COVID-19, но умер от другого заболевания. А вот статистику области заносят не все смерти. Например, у человека два конкурирующих между собой заболевания – инфаркт миокарда и коронавирус. В данном случае врачу, который определяется с причиной смерти, это врач-патологонатом, нужно зафиксировать, от чего непосредственно умер пациент. Так вот, свою статистику мы ведем по непосредственной смерти от новой коронавирусной аффекции. При этом у медиков есть 30 дней на выяснение точной причины и выдачу заключения. Например, в числе летальных случаев статистики за понедельник есть пациенты, умершие в конце октября – начале ноября. Это особо сложный случай. Кроме того, у специалистов по методике Росстата есть два месяца на корректировку диагноза. Яна Ведерникова, телекомпания «Барс». Продолжение следует...